Привет, YouTube! Привет, мои новые, старые подписчики! Ну, передаю ещё раз привет старым подписчикам! Не буду тут объяснять, что такое подкаст. Прогуглите и узнайте, что такое подкаст. Мне просто нравится этот формат. Он, кстати, удобный, простой, в нём ничего нету сложного. Но в нём нету какой-то доли правды, больше юмора, троллинга. Где-то там подкалываешь подписчиков. Но подкасты вы должны понимать, что такое. Значит, здесь не будет всё на полный серьёз. Если речь зашла про Линкен Парк, вы прекрасно понимаете, что в 2017 году каждый второй блогер говорил о смерти Честер Беннингтон. Это, правда, хороший вокалист в Линкен Парк. Это классная группа. Начиная с 2003 года, я их считаю, самой лучшей группой в мире. Направление рок-группа. Но давайте всё-таки пройдёмся по тем группам, которые не хуже Линкен Парк. Они тоже зарубежные. В основном поют на разных языках. Но в основном это английский язык. Во-первых, идёт такая Эви Нейшн. Мне нравится её творчество, но я очень редко её слушаю. Может, кто-то из вас до сих пор слушает Эви Нейшн. Почему-то Линкен Парк сравнивают с Эминемом. Но Эминем – это хороший рэпер, но я не понимаю, как он идёт, как рок-группа в этом жанре. Ладно. Лим Бискет. Не знаю, что даже сказать. Грин Дэй. Дальше. Форд Минёр. Не знаю, что сказать, но сравнивают с Линкен Парк. Слипкнот. Кстати, почему никто из блогеров... Или я что-то не обратил внимания. Почему никто не сделал про смерть Слипкнот? Кстати, классная группа тоже. Может, я сделаю тоже подкаст. Но мне только странно, не понимаю, почему про Слипкнот никто не сделал блог. Ни один блогер. Там просто тоже один участник умер, и никто не сделал про Слипкнот, в общем, что умер участник, что он подох. А про Линкен Парк кому не лень? Даже человек, который не слушал музыку Линкен Парк, всё равно запилил о том, что подох Честер Беннингтон. Да нахуй никому не нужен этот Честер Беннингтон. Главное, что есть Линкен Парк, такая классная группа. Да неважно, все они сдохнут когда-нибудь. Да я сдохну, умрём, уйдём на тот свет. Самое главное, что они оставили после Слипкнот. Ладно, давайте дальше пройдёмся. Что-то я начал там на Слипкнот. Нет, я когда-нибудь сделаю подкаст про Слипкнот. Дальше. Металлика. Я не слышал, но её сравнивают с Линкен Парк. Дальше. Coldplay. System of Dawn. Ну что сказать. Эта группа ещё жива, там ещё никто не подох. Но эту группу я слушал. Дальше. 30 Seconds to Mars. Не знаю, что сказать. Папа Роча. Вы, может, слышали такую группу? Похожа на Линкен Парк. Ладно, дальше. Image Dragons. Что-то я слышал. Дальше. Корн. Кстати, группа классная. Но там тоже никто не сдох. И про эту группу до сих пор ни один блогер не запилил блог. Я не знаю, что происходит с Ютубом. Почему про Кор никто не запилил блог? А про Линкен Парк все запилили блог. Ладно, это говорит о том, что надо вернуться обратно в 2007 год. Я не понимаю, почему Jay-Z сравнивают с Линкен Парк. Ладно, дальше поехали. Blink 182. Не знаю, что сказать. Nickelback. Nickelback. Ну, классная группа. И там никто не умер. Дальше. Red Hot Chili Peppers. Не знаю, что сказать. Но там тоже никто не подох. Rammstein. Ну, я бы не стал сравнить Линкен Парк с Rammstein. Я бы вообще отправил Rammstein к металлистам. Muchemil Romance. Я не знаю, что сказать. Steve O'Aki. Я не знаю. Аврил Лавин. Кстати, она идет в эту кухню вместе с Линкен Парк. Потому, что это говорит о том, что это великий 2007 год. Великий 2007 год. И дальше. Gone and Rossis. Я не знаю, что сказать. Почему я сравниваю с Линкен Парк. Но Линкен Парк в этой группировке. Они самые классные. Они короли рок-группа. Короче, она была основана в 1996 году. Это были лихие 90-е. Она рождалась в лихих 90-х. Но не все знали, что такая родится рок-группа. Да дальше, если про смерть Честер Беннингтон никто не говорил, я все равно бы запилил этот подкаст. Не важно. В 2015-м я мог запилить. Я уже давно, у меня летали мысли запилить о группе Линкен Парк. Хорошо. Все знают, что Линкен Парк это классная группа. Ее школьник будет слушать. Нет, да нет, это не важно. Эта музыка Линкен Парк, она прошла через большое количество людей. Ее слушал и взрослый человек. Ее слушал и школьник. И кто ее только не слушал. И дед, и бабушка слушал Линкен Парк. Ей богу. У меня, конечно, маленькие слова на запас. Я говорю, ей богу. Вот, и я могу сказать, и ешкин кот. Ну, Линкен Парк, даже моя младшая сестра слушала. Ладно, я хотел поговорить про песни. В общем, тут пропал интернет. Пропал интернет, опять он появился. Да, я тут просто смотрю в Википедии. Но это все-таки подкаст. Это может быть и неправда. Вот. Текст я не подготавливал. Это же подкаст. Вот. Пойдемся по поводу песен. Самая популярная песня, это все-таки Намп. Из альбома Метеора. Она вышла в 2003 году. Ну, Намп, я скажу, слышали даже пацанчики, которые уважали рэп. И девчонки тоже слушали. И в 2007 году тоже слушали нам. Дальше. In The End. Это вообще... Песня вышла в 2000 году из альбома Hybrid Theory. Кстати, знаменитый альбом. Дальше там идет Наив Девайт, Гравлинг, Castle of Clans, Heavy, Burn It Down. Это уже там ближе к 2012 год. Breaking the Habit. Это вообще древний год. Это 2003 год. Даже 2007 год. В 2007 году еще не было. Но Linkin Park уже слушали. Вот. Ну, потом, знаете, я смотрел несколько блогов. И... И, в общем, в 2017 году вышел альбом On The More Like Talking To Myself. И некоторые блогеры начали критиковать Linkin Park. И все, кому не лень... Нет, ну, никому не всем лень. Просто там некоторые знатки, которые прямо уже разбираются в музыке Linkin Park, начали критиковать за то, что они слишком стали попсовую делать музыку. Да это хуй не важно, какую они делали. Возьмите просто, послушайте альбом Hybrid Theory. Hybrid Theory. Опять, блядь, интернет пропал. Hybrid Theory. Блядь, интернет это пропадает. Ёма. Вот, послушайте, короче, Hybrid Theory. Это дебютный альбом. Американский рок-группы Linkin Park. Выпущен 24 октября 2000 года. На лейбле Warner Bros. Название для альбома было взято из предыдущего названия группы. Диск имел огромный коммерческий успех. Задумайтесь только. Коммерческий успех. Почему нельзя было блогерам, когда умер Честерн Беннингтон, с этим, с хорошим вокальным голосом, почему нельзя было обсудить этот альбом? 2007 год. Ой, кстати, 2007 год. Да, давайте поговорим про 2007 год. Потому что это очень важно. Я еще говорил в прошлом блоге, что для меня 2007 год это все-таки ассоциируется с Linkin Park. Но не с Токио-хотель. Вот. Интернет пропал. И это значит, что нужно заканчивать подкаст про Linkin Park. И я вам рекомендую слушать все-таки... Перестать вообще слушать рэп. И рекомендую заново слушать Linkin Park и вернуться в 2007 год. Короче, вы слушали подкаст про Linkin Park. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...